Прогуляться по историческому центру Бийска в сопровождении аудиогидов можно будет уже в январе. Применение современных технологий в туризме позволяет надеяться на увеличение потока туристов и интерес к городу уже не как к транзитной точке. Ильдер Маматов, автор проекта «Великая северная экспедиция Беринга», житель северной столицы в Бийске не впервые, говорит, что долго не мог определиться, какой сувенир мог бы увезти на память или в подарок. Когда я посмотрел серию магнитиков, понял, что мне, наверное, интереснее будет изделие из дерева как раз. Скорее всего, это дерево, которое росло здесь. И то, что там нарисовано, это может быть не на дереве холодильника, а сверху стоять. И, конечно же, напоминать о каких-то особых объектах, о достопримечательности города. Известный путешественник уверен, сувенир должен быть эксклюзивным. С этой целью привлечь внимание туристов к возможностям бийских мастеров несколько лет назад в Бийске был запущен социальный проект «Галерея Алтай-Талант-Бийск». Если не уходить в цифры, но есть четкое понимание, что весь спектр направлений художественных, классических, декоративно-прикладного искусства, он представлен в галерее. Потому что такая была система выстроена и методика изначально, как вот есть материалы, стекло, металл, керамика, дерево. Накануне галерея отметила день рождения. Сегодня более 200 мастеров поддерживают творческое партнерство с этим проектом. Туристы народ не только любопытный, но и требовательный. И, как стало ясно из разговора с Эльдаром, теперь одними магнитиками туристов город не заманишь. К счастью, Бийску есть что предложить гостям. Посмотреть, удивиться и увезти с собой на память. Марина Волкова, Андрей Сегаев, Будни.